Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Глава Латвия Свалс Цели, Янис Лангий, у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Сразу напомню, телефон напрямого эфира. Думаю, что есть повод сегодня ими воспользоваться. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон напрямого эфира и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Пользуйтесь, если руки у вас свободны и вы не за рулем можете нам писать. Сто лет Латвия Свалс Цели. Такой был официальный повод вашего приглашения в эту студию. Конечно, не только об этом мы сегодня поговорим и о наболевшем тоже, но начнем, наверное, с праздника. Сто лет, как и многим, в общем-то, предприятиям таким, государственным, в этом году, в прошлом году, в следующем году еще будет. Как праздновали? Ну, праздновали, я думаю, очень хорошо. Сделали выставку и посмотрели на прошедшие сто лет, на самые лучшие достижения, то, что было самое интересное. Я думаю, каждый может эту выставку посмотреть в центральной площади около железной станции до 1 ноября. Ну, что за сто лет? Насколько дороги? У нас знаем, что первая дорога, я вот когда готовилась, первая дорога была еще в 1800-каком-то там году в Латвии появилась. Именно на территории Латвии это был кусочек Петербург-Варшава, и вот кусочек через Латвию тоже пролегал. Остался, может быть, этот кусочек, он как-то задокументирован где-то, вот есть, что это исторических? Нет, но фотографий от этого нет, да. Но я могу сказать, что последние сто лет, ну, сто лет это наша институция, и, конечно, дорога гораздо старше. Но что за это сто лет произошло? Конечно, то, что произошло с государством, то же самое произошло с дорогами. Когда государство шло вверх, тогда и дороги улучшились, когда был кризис или была война, тогда, конечно, и разрушались дороги. Так что я не могу как-то, ну, отдельно поставить дорожную систему и отдельно то, что случилось с государством. А сейчас государство не очень и дороги так себе, или как у нас сейчас дела обстоят? С дорогами? Ну да, если вы сравниваете, как было с государством, так же и с дорогами. Вот логичный вопрос. Что у нас сейчас тогда происходит? Какая ситуация, да, с дорогами? Но я могу сказать, что где-то у нас половина в хорошем состоянии, но и половина в таком состоянии, которое уже нуждается реконструкцией. Это дефицит, который был уже очень много лет. Так что, ну, эта ситуация и с мостами тоже похожа. Но вот этот дефицит, о котором и вы говорите, и всегда говорят, этот дефицит всегда есть. Не знаем, будем ли мы когда-то без дефицита, но вот эта тенденция, она идет к улучшению, или мы все время со стабильным дефицитом? Я могу сказать, что, к сожалению, этот дефицит, ну, как бы, становится все больше и больше, потому что мы эту точку, где мы вкладывали столько же, сколько каждый год ухудшается, не достигли. Из-за этого я могу сказать, что у нас только один сегмент, который улучшается, это главные дороги. К сожалению, у нас очень много региональной и местной дороги, в которых инвестиции не идет, из-за того, что просто их нету, и ситуация на эти дороги, к сожалению, продолжает ухудшаться. Но все в курсе этой ситуации, министр сообщений, премьер, все говорят о дорогах, что надо с этим что-то делать, и еврофонды к концу подходят тоже. Мы об этом уже даже не первый год говорим, что когда-то они подойдут к концу, и сейчас последние полгода, насколько мы знаем, когда в нашем распоряжении, в распоряжении Латвии и еврофонды. Что будет дальше, пока неизвестно. Как будете распоряжаться вот этим последним полгодом, что можно успеть за это? Ну, за эти деньги еще последний объект идет, например, финансирование Сенецкое шоссе идет, Барскрог шоссе, последняя региональная дорога, за эти деньги еще идет от Кулдеги в сторону Венсполса. В следующий год уже будет, ну, где-то 22 миллиона оставшиеся работы. Но на что мы надеемся? Мы надеемся, что будет побольше, это часть инвестиций из государственного бюджета. Мы знаем, что Министерство транспорта дополнительно спросило на бюджете 70 миллионов евро. Будем смотреть, какой будет бюджет следующего года. Но если это и 70 миллионов не будет, то, конечно, общий объем работ в следующем году будет меньше. В 2018 году вы говорили о том, что от заявленного ремонта дорог не будет выполнено и 20%, это зависело и от финансирования в большей части. Что у нас планируется в этом году, в 2019? Я не понял вопрос. В прошлом году от заявленного объема ремонта дорог было выполнено около 20%, потому что не хватило финансирования. Я не понимаю вопрос, это значит, что мы планировали 100%, только сделали 20%? А сделали 20%, да. Не думаю, что я что-то такое сказал. Да, а это вы сказали. Да, знаю, каков размер государственного финансирования до 2018 года, могу сказать, что к этому сроку мы не достигнем и пятой части от изначально заявленных целей. Это может в связи с этой программой, да? Программа, которая по ремонту государственных дорог. Ну, не помню, что насчет 20% что-то говорил. Но этот год, прошлый год был хороший. Один из лучших в истории латвийских дорог, было хорошее финансирование с европейских фондов, с государственного бюджета. Конечно, нам нужно побольше, чтобы побольше развивать латвийские дороги. Этот год тоже хороший, у нас идут большие проекты. Думаю, все видят Юрмалское шоссе, Сенецкое шоссе, очень много тоже региональной дороги. К сожалению, мало местной дороги, но объем работ будет где-то тысячи километров. Ну, большой вопрос еще раз, что будет в следующем году? Ну, какое будет финансирование? Вы тоже сказали не так давно, что 20 лет у нас в среднем нашему дорожному покрытию. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, где-то еще даже советские есть асфальт. Да, очень много таких. Где-то даже 40 и побольше лет, когда не было последней реконструкции. Ну, вот насколько мы знаем, что и вы тоже говорили, что в какой-то момент было не очень хорошее качество. Мы после какого-то времени достигли того качества, которое нужно. Можно ли сравнить вот эти дороги, которые были построены 40 лет назад, насколько качественно, и, например, 20 лет назад? Конечно, не можно, да, потому что в советские времена были другие материалы, другие технологии и другие напряжения. Нагрузка, да. Нагрузка, другие нагрузки. Я могу сказать, что последние 7 лет очень-очень резко пошло вверх качество. Это из-за того, что наша лаборатория тоже очень хорошо работает. Изменилась, как бы сказать, форма асфальта. Сейчас модифицированный битумен тоже. Это значит, что качество асфальта намного-намного выше. И, в принципе, не можно уже, как бы сказать, сравнивать, да, какое качество сейчас, какие, ну, как мы следим за всем качеством. У нас есть радар, мы делаем еще эти урпшенос, да, ну, не знаю, как по-русски. Как копается. Буряне, буряне делаем, проверяем материалы. Это где-то 20 тысяч проверок в год, да. И мы тоже призываем, если кто-то видит или сомневается, что, может, что-то некачественное или не так, фотографируйте, информируйте, пишите нам в социальные сети, в Facebook, Twitter или звоните по круглосуточному телефону бесплатному, это 8 тысяч, 5 тысяч, 555. Обязательно проверим, обязательно ответим. Не обидно сталкиваться с таким количеством критики, потому что на вас вешают, грубо говоря, всех собак, да, то есть дороги у нас не очень хорошие, зависит это не только от вас, но и от финансирования, нагрузки дорог и так далее, но при этом вы постоянно сталкиваетесь с таким огромным количеством негатива. Ну, я к этому отношусь философически, да. Я и своим коллегам всегда говорю, что наша работа делать все по наилучшим намерениям, работаем профессионально и делаем то, что мы можем делать. И, конечно, общая ситуация нехорошая, нас критикуют, ну, я понимаю, но с другой стороны, я говорю, ну, нам надо работать спокойно, и, ну, я хочу тоже, чтобы мои коллеги спали спокойно ночью, да, и, ну, не как бы не слишком эту критику брали к сердцу, да. Конечно, это неприятно, но и зато очень приятно, если кто-то когда-то говорит спасибо, да, тогда эта ситуация нам, ну, мы не привыкли к этой ситуации, тогда двойне приятно. Часто хвалят вас? Нет, не часто. Вот есть возможность, 6721-2939, 6721-3939, если есть замечания, комментарии, может быть, похвала для нашего гостя, звоните, высказывайтесь, 230-6191, номер WhatsApp. Хотелось бы вот по поводу людей поговорить, вы сказали, что в следующем году, если будет, не будут вот эти дополнительные деньги, то будет уменьшение объема работ, соответственно, меньшее количество людей будет задействовано. При этом вы сказали, говорили до этого, что на сегодняшний день уже недостаток сотрудников, имеется рабочая сила, и, вот, например, министр сообщения говорил, что у вас с мостами проблема, потому что у вас просто некому строить. Насколько критична эта ситуация, и откуда вы сейчас специалистов берете? Есть ли приглашенные специалисты? В общем, наши люди не идут строить дороги. Наша роль больше, роль заказчика, да, но в целом в отрасли можно видеть, да, что эти ресурсы не хватает, но они не хватают из-за того, что, ну, как бы, нет долгосрочного планирования, да, предприниматель не знает, сколько работ будет после двух, после трех или после пять лет, да, из-за этого они, ну, смотрят, где, например, в этом году больше заказов, они идут там и не планируют дополнительных ресурсов. Ну, да, в этом году мы видим, что у нас проблемы с мостами, именно с маленькими объектами, потому что вся документация такая же самая, как на большие объекты, и предприниматель не заинтересованный на эти объекты идти, давать свои, ну, как бы, на тендера свои, ну, как это сказать, проекты, ну, не проекты, но офферы, ну, как это, предложения, да. Конечно, мы смотрим тоже, что будет с Реал-Балтика, знаем, когда начнется Реал-Балтик, там тоже будет больше, чем 150 мостов, мы знаем, что будет больше, чем 200 километров от железной дороги, конечно, эти работы тоже будут делать латвийские инженеры, мостовики, дорожники, да, и, ну, нам надо смотреть, что с ресурсами. В этом году Рыжская дума заказала, да, много-много-много работ, видим, что, например, на Сенеское шоссе больше, чем 10 мостов, из-за этого там, ну, мостовики уже заняты, ну, надо нам планировать, знаем, что некоторые работы уже планируем на следующий год, не на этот год, потому что, ну, не хватает этих ресурсов. Но, в принципе, можно видеть, что, я думаю, тенденция будет, что побольше и больше будет, ну, уже работники из других государств, да, если не будет такая стабильная тенденция. А на сегодняшний день кто это, кто наши дороги и мосты строит? Ну, на сегодняшний день, в большинстве, конечно, это местные, местные наши коллеги, да, но есть и такие, которые из Белоруссии, из Украины, есть тоже такие бригады, да, которые работают. По поводу финансирования его не хватает. Министерство сообщения действительно заявило, что необходимы деньги, но вместе с этим, и как министр тоже в этой студии говорил, что вместе с запросом нужно и какое-то предложение, где эти деньги взять. Два вопроса, два момента обсуждалось. Это либо платные дороги, либо повышение акцизного налога на дизельное топливо. Что вы об этом думаете? Мы, конечно, анализировали эту ситуацию. Например, если на 4 цента повысить акциз на дизель, да, это даст 46 миллионов евро дополнительные доходы в государственном бюджете, да. Но там надо смотреть, какой акциз, например, в Литве, какой в Эстонии, да. Повысив цену, можно и, ну, к сожалению, не получить то, что ты планируешь. И факт такой, что уже сейчас автоводители платят очень большие налоги по нашим расчетам, по расчетам Министерства финансов, это больше, чем 700 миллионов евро в год, да. И, с одной стороны, это, конечно, несправедливо им платить еще больше, когда эти деньги не идут на ремонт дорог. 300 миллионов. Да, но, с другой стороны, я понимаю, что если нету, где получить эти дополнительные деньги, надо искать эти источники, да. Второе, как бы, ну, насчет платных дорог в Латвию, я могу сказать, что платные дороги в Латвии не окупаются, концессии, да. То, что мы смотрим, сейчас есть уровень, где надо платить, ну, за день, за неделю, за месяц, ну, тяжелому транспорту. Ну, одна из идей, что может это поменять, и посмотрим, что будет, какое регулирование тоже будет в Европе, может, с 20-х, я не знаю, 21-22-23-го года уже будет, может быть, уже, как бы, директива Европы, что надо будет платить не за время, но за дистанции, которые проезжает тяжелый автомобиль. Смотрим, тоже анализируем эту систему, сколько это было, бы дало нам дополнительные деньги. Ну, смотрим, конечно, и готовы всегда дискотировать. Но еще раз, никто не заинтересован решать с Европой наши проблемы. Нам свои проблемы надо решать самим. Вы сказали, 46 миллионов даст дополнительно в бюджет. Это бы дало, теоретически, да. А можно ли, если такое решение будет принято, как вы считаете, надо ли где-то прописать, что эти 46 миллионов идут не просто в бюджет, а идут в бюджет именно на дороге, а не так вот, как мы платим 750 миллионов и 300 идет? Конечно, это вопрос того, какой модель финансирования латвийских дорог. Мы, конечно, были безинтересованы, чтобы была система, да. И такая система была произойдена в 96-м году. Фонд, дорожный фонд, где часто эта акциза на горячее, шла именно на ремонт государственных дорог. К сожалению, всегда, ну, государство в то же время заинтересовано эти деньги. Ну, правительство, чтобы самим могло решить, где поставить, где какие-то приоритеты. И, к сожалению, какое-то время дорога не была приоритета. И из-за этого последствия мы видим. Конечно, мы хотим, чтобы была система. Но реально такую систему создать, но это вопрос уже к политикам. Это уже вопрос к приоритетам. Какие приоритеты? Ну, по поводу приоритетов, кстати, все, наверное, помнят такую перепалку, если можно так сказать, между министрами. Министр обороны, господин Пабрикс, написал в Твиттере министру сообщение, что вот стратегически важное шоссе Юрмальское надо строить быстрее и быстрее делать его. Все в этом заинтересованы. То есть, в этот момент это стало приоритетом. Ну, я согласен с тем, что ответил наш министр. Он сказал, что если там есть деньги из Министерства защиты, то мы готовы работать ночью. Это не проблема. А не было такой вообще идеи? Потому что это дороги Вадажа, например. Это же действительно важные, со стратегической точки зрения, это могли бы быть деньги, которые выделяются на оборону. Я могу сказать, вопрос был такой, можем ли деньги с обороной... Использовать для дорог. Ну, мы только за. Мы готовы, как бы сказать, работать со всеми деньгами, которые есть. Это фонд мобильности, это фонд милитарной мобильности. Если такие фонды есть, мы готовы строить дополнительные мосты. Мы готовы строить дополнительные дороги. Мы готовы строить дороги, которые уже могут выдержать дополнительные загрузки и так далее. Главное вопрос финансирования. Но были такие разговоры, когда реальные? Ну, знаем, что есть, что в Европе есть такой фонд. Будем смотреть на следующие периоды планирования, сможем ли работать с этим фондом. Если возможно будет, то могу сказать, что по 100% мы это сделаем. А что у нас касается... У нас звонок. У нас, да, звонки по двум линиям. Начнем их принимать. Доброе утро. Доброе утро. Давно хотел вам задать вопрос. Первый. Почему на Псковском шоссе после АПы ничего не делается? Это отсюда ненависти к России или от того, что в танки сюда не пришли? Вопрос два. В прошлом году более 12 миллионов затратили на участок дороги. Впреле, Аглана, Мадана. Но уже в этом году один километр уже перекладывали по новой. Что с качеством? Какие штрафные станции к фирмам? Спасибо. Почему они опять укладывают асфальт к фирме ВИД? Спасибо большое. Так, два вопроса. Начнем первое с Псковского шоссе. АПы. АПы, да, и так далее. Я могу сказать, что ситуация на главной дороге улучшается. У нас сейчас два проблемные участка. Один участок – это Псковское шоссе. От Смилтона до конца, до рубежа. Но, к сожалению, с нынешним финансированием мы смотрим, что интенсивность движения на этом участке тоже довольно низкая. Из-за этого как бы эта дорога осталась последней. Будет финансирование – сделаем. Но могу сказать, что ближайшие два года, к сожалению, эта дорога, этот участок не планируется. Насчет Преэль и Аглана. Да, у нас были проблемы. Уже во время постройки наша лаборатория констатировала, что там не соответствует асфальт, качество асфальта. И частный предприниматель, IT, за свои деньги перекладывает участок с асфальтом. Мы следим очень четко за качеством и некачественные работы не принимаем. Есть такие случаи, и каждый год есть такие случаи, где мы очень четко за этим следим и не принимаем просто работы. Надевайте наушники, еще звонок примем. Доброе утро. Доброе утро. Господин Ланг, я несколько цифр назову, прокомментируйте, где я прав, где не прав. Вот вы сейчас назвали акции 700 миллионов, да? Значит, транспортный налог около 700 миллионов. Это уже почти полтора миллиарда. По моим подсчетам некомпетентов, у нас собирается на дороге где-то от двух до трех миллиардов. Я думаю, мы чемпионы мира в отнасильных цифрах. У Талиса Линкальса, теперешнего министра, почему-то дефицит недофинансирования упал в два раза. То есть, по-моему, он около 10 миллиардов, он называет почему-то 4 миллиарда. И самый главный вопрос. Вот выделение евросредств идет в районе 300 с чем-то миллионов. Так хотя бы эти 300 с чем-то миллионов вы на дороге пускаете? По-моему, меньше. Спасибо. Так, три вопроса. Первый насчет, сколько собираются деньги от автоводителей. Общий объем – это 700 миллионов. Это вместе акциз с винетом и с самими налогами, да? Это не полтора миллиарда, это 700 миллионов. Акциз, насколько я помню, был около 500 миллионов, и остальные уже другие налоги. Третий вопрос насчет дефицита. На государственной дороге дефицит 4 миллиарда. Цифра 10 миллиардов – это назвал господин Берзинч, Латвийский, любое это общество, да? Я не знаю, я не видел эти расчеты, да? Насчет 4 миллиардов я могу ответить. Я думаю, что он говорил вместе с самоуправлениями, господин Берзинч. Но у нас такие расчеты нет. И третий вопрос был насчет европейских денег. Я могу сказать, что в этом периоде планирования с 2014 по 2021 год мы вложили больше, чем 500 миллионов евро в государственные дороги. Это Кахезный фонд 250 миллионов и фонд регионального развития тоже 250 миллионов. 4 миллиарда – это вот все дороги сделать, чтобы идеальные дороги были. Чтобы красиво было. Ну, не только красиво, чтобы было и качественно, и безопасно, да? Это 4 миллиарда и тоже с мостами вместе, да? Пишет нам в WhatsApp, доброе утро, в Литве дорожный налог включен в стоимость топлива и дороги отличные. У нас топливо по цене, как и в Литве, дорожный налог за каждый автомобиль, а дороги плохие. Вопрос, куда уходят деньги с дорожного налога? Ну, это всегда вопрос к политикам, да? Что у нас приоритеты? Я хорошо знаю ситуацию, какая в Литве. Например, в Латвии финансирование с государственного бюджета вместе с европейскими фондами в этом году 260 миллионов. Например, в Литве это 570 миллионов. У них сеть дорог такая же самая, как в Латвии. У нас 20 километров, у них 21 тысяча километров. Но финансирование у них всегда больше, чем в два раза побольше, чем в Латвии. И все это, все это, все отличие. Да, из-за того и в Литве дороги намного лучше, да, чем в Латвии. А насколько реально было бы сделать в Латвии те же самые платные дороги? Были разговоры, потом вроде бы отказали. Мы анализировали, да, и опять это не окупается в Латвии, да. Ну, если немножко с юмором, то мы думаем, что только улица Краста, да, бы окупилась. Окупилась. И я могу сказать, например, Тековская обездная дорога тоже это частное публичное партнерство, которое будет. Она тоже не будет платной дорогой. Это государство будет платить 20 лет каждый год сумму частному партнеру, чтобы эта дорога была хорошая и качественная, и безопасная. О платных дорогах мы заговорили. Сразу повышение скоростного режима в голову приходит. Как вы считаете, будут у нас когда-то дороги, отрезки дорог, на которых, ну, вот как в Литве, например, да, есть 100 километров, ты можешь ехать 130 километров в час. Там ровное дорожное покрытие, по которому достаточно безопасно развивать такую скорость. Моё мнение, я думаю, это, конечно, стыдно, что между Таллином, Ригой и Вильнюсом нет такого скоростного, ну, такой скоростной шоссе, да. Я думаю, что это вопрос вообще, ну, в наших Балтийских государствах, что такая дорога должна быть. Но реально, смотря, я в ближайшие 5-10 лет не вижу такой, ну, как бы сказать, перспективы, да, что мы сделали такие дороги, где будет 130 километров в час. Конечно, на Тековской обездной дороге там мы сможем ехать быстрее, чем 100 километров в час. Юрмалское шоссе, когда завершится, тоже будет, ну, мы сможем ехать 100 километров в час и, может, даже немножко больше, да. Сыгутское шоссе на такие другие участки, ну, много таких, к сожалению, не будет. Сколько ресурсов, сил, времени занимают вот эти заплатки на дорогах, когда звонят, говорят, у нас там яма во дворе, да, приезжают, заделывают яму и насколько это вообще рационально, завтра она опять там появится, нет? Ямочный ремонт. Я могу сказать, что ситуация с ямочным ремонтом такая, что на этом году и в прошлом году на 40% меньше делаем этот ямочный ремонт, чем предыдущие года. Это из-за того, что качество главных дорог улучшается, да, и там были сделаны эти реконструкции, и если какие-то 10 лет назад мы делали 700 тысяч квадратных метров за год, то, например, в прошлом году это уже было 270 тысяч квадратных метров, да, это немножко больше, ну, в два раза, в принципе, да. Вот по поводу качества сегодня появилось сообщение, заметили уже жители Риги, возможно, это не ваша компетенция за метанский мост, но, может быть, просто про качество, да, там свежий асфальт только-только положили и уже крошится он. Знаете, это всегда надо смотреть, да, какой это слой асфальта, да, мы тоже получаем критику, например, на Юрмалское шоссе, новый асфальт, какое там качество, знаете, неровно ехать и так далее. Но еще раз, объект не закончен, еще будет как минимум один слой асфальта ставится, да, и только тогда сможем, ну, как бы, только тогда будет очень, ну, гладко и очень комфортно, да. Еще раз могу сказать, что все объекты мы проверяем, и лазером мы проверяем, и нашим радаром проверяем, так что, ну, это нормально, я призываю, если жители, ну, видят, лучше информировать, чем, ну, просто молчать и ничего не говорить. Вот современное качество покрытия и в том числе новые технологии, они позволяют, например, делать дороги, класть асфальт в каких-то других условиях погодных в том числе. Вот можно ли, допустим, сегодня на данный момент класть асфальт, когда дождь, когда холодно, или есть какая-то сезонность, она сохранилась, потому что очень часто в социальную сеть водители выкладывают фотографии, где, вот, смотрите, ливень идет, а мы вот асфальт делаем, а потом у нас вот яма на дорогах. То есть, какая связь между вот этим, или, может быть, это уже можно сейчас? Ну, два вещи. Во-первых, срок гарантии – это 5 лет во всех объектах, да, где мы заказчики латвийского государственного, латвийского сцеля, да. Другое, конечно, всегда у каждого продукта есть своя технология, например, обработка поверхности, да, это уже в августе, уже самый конец, в принципе, уже со следующей недели, или еще неделю, уже эти работы уже не смогут делаться, да. Да, насчет асфальта, конечно, если немножко ливень, немножко, да, это не проблема, потому что битумен, он, в принципе, сделан на основу воды, да, и ямочный ремонт можно тоже делать, но, чтобы немножко, если немножко, тогда, конечно, нет проблем, но если там уже вода, конечно, тогда надо останавливать работу и ждать, пока этот ливень не будет. То же самое, например, с температурой, но, в принципе, если меньше температура, 15 градусов, то уже некачественно, или надо менять формулу асфальта, да, побольше битумена надо вставить, чтобы, ну, было получше качество. Ну, это всегда технологии, за всем этим следит наш технический надзор, есть автор проекта, технический надзор, руководитель проекта, наша лаборатория, и, конечно, риск, когда ты делаешь плохую погоду, это идет на предпринимателя, потому что, если что-то не получится, то все, он за свои деньги. И каждая ошибка для предпринимателя – это уже много тысячи евро, иногда даже сто тысячи больше, да, так что никто не заинтересован делать плохие условия. А что у нас с человеческими ресурсами? Потому что очевидно, что у нас медленно идет ремонт, эти бесконечные пробки тянутся только потому, что у нас нет такого количества работников, которые могли бы быстро в три смены, там, работая ночами, все сделать. У нас действительно такой дефицит, или мы мало платим, к нам никто не хочет идти работать? Это вопрос конкретного объекта, или это просто так в общем, да? Нет, ну, это же видно, просто у нас начали ремонт в трех объектах, например, пробки стоят везде, но при этом ты проезжаешь по мосту, уже не работают, там, в шесть вечера уже не работают, выходные не работают, да, ну, как можно выходные не работают? Да, я понимаю этот вопрос. Первый раз у нас была проблема в прошлом году, когда мы первый раз увидели то, что не хватает ресурсов для предпринимателя. У нас были такие объекты, где, к сожалению, по договору надо работам идти, но они делают, как бы, самый последний момент, да, у нас есть, например, до такого числа надо сделать 30% работы, до такого 50%, до такого надо закончить, да, и видим, что последний момент предприниматель, ну, как бы, экономит свои ресурсы, он тоже разбросал по многим объектам. Конечно, это проблема. В то же время у нас санкции о том, что если не вовремя заканчиваешь работу, очень большие, там уже 0,5%, или 0,5%, ну, есть какая-то часть штрафа, которые каждый день, если ты не вовремя закончил, ты плачешь, да, и бывало, что я подписывал даже, ну, 20 тысяч, 30 тысяч штрафы, да, и так далее, это серьезные, серьезные. По поводу лаборатории еще хотелось бы уточнить, заказывают ли, лаборатория хорошо оснащена, заказывают ли, можно ли заказать вашу экспертизу, например, вот Рига делает, и проверит свой асфальт с вашими специалистами, у вас опыт. Это можно сделать, у нас это частный сектор, мы видим, что есть побольше и больше с каждым годом, да, наши лаборатории очень заняты, особенно в эти месяцы, да, есть, мы видим, что заказ на наш Радар тоже с каждым годом идет побольше и больше, да. Пишет в WhatsApp, доброе утро, зачем нам нужна своя лаборатория для изучения асфальта, нельзя ли воспользоваться опытом Скандинавии или другой страны, а не тратить деньги на изобретение велосипеда? Нет, ну конечно, нам надо тут на месте, мы же не будем эти наши, как бы сказать, образцы ввести в Скандинавию, проверить. Наша лаборатория работает сеть международных лабораторий, мы проверяем свои методы, езжаем в Литву, езжаем в Эстонию и другие государства, смотрим, или у нас все правильно. Конечно, нам самим надо свои компетенции, это 100% окупается, да, у нас 60 методов, которые аккредитированы, мы можем проверить щебенку, асфальт, битумен, очень много физикально-механических, ну, качества, да, это очень-очень важно, чтобы у нас самим была эта компетентность. Пишет нам еще в WhatsApp, добрый день, министр сообщений уже проверкают утку, в том числе и на нашей радиостанции, в Литве налог не включен, стоимость топлива, это миф. И прислали нам фотографию дороги Огротин уже, где дождь, стоит вода, но мы перешлем, вам посмотрите, да. А по поводу дорог, вот я как раз посмотрела на фотографию Сигулда, да, мы сегодня тоже упоминали, там был отрезочек в сторону Сигулда, сделана вот эта тройная полоса, которая, ну, две полосы. Техническая полоса, как бы, да, еще. Да, техническая, которая очень удобна для того, чтобы, например, там, обогнать, уступить, это всегда, для чего она… Нет, 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 это так и называется техническая полоса, если что-то случилось с машиной, например, ты можешь остановиться, это намного безопаснее, да, чем становится, например, первой полосой, да, это так и называется техническая полоса. Может, вы думаете, этот профиль НП-14, да, который на Виабалтика, да, где… Да, 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 да. Вы, наверное, это думаете, да. Да, 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 в сторону Саупроста. Да, в сторону Саупроста, да. Да, ну, этот профиль, да, ну, могу сказать, что по статистике он не опасен, да, статистика не показывает, что он опасен, но я понимаю, что жители, которые каждый день там не едут, они не привыкли, и, конечно, им, ну, как бы, становится некомфортно, не понимают, надо уступать дорогу, не надо уступать дорогу, что сделать, делать когда-то кто-то, как бы, уже едет, как бы, фронтально на них, надо ли им уступать. Я понимаю, мы сделали анализ на этой дороге тоже, можно там делать, например, полосы 2 плюс 1, можно ли делать, будем анализировать дальше, но что сделать с этим профилем, потому что мы видим, что в целом люди недовольны этим профилем, да. В большинстве, да? Да, но, как бы, не чувствуют себя комфортно. Вот этой весной у нас какое-то было фантастическое количество разбитых дорог, это отмечали все автоводители, то есть, кажется, что такого апокалипсиса у нас не было давно, то есть, зима прошла, снег сошел, и мы получили какое-то колоссальное количество ям по всем дорогам. Что ожидается следующей весной? Вот сейчас зима наступит, мы получим такую же катастрофу или у нас что-то улучшится? Ну, я уже говорил, что насчет государственной дороги у нас этот ямочный ремонт меньше, чем раньше был, да, из-за этого такой катастрофы у нас не было, да. У нас больше проблемы с гравийными дорогами, да, и с этими маленькими местными дорогами. Там мы видим каждый, каждый, не осень, ну, по-весной. Весной. Весной, да, там есть ограничения массы, да, и, к сожалению, есть такое время, когда их не можно содержать, они слишком мокрые, и, ну, это, как бы сказать, наша самая большая проблема. С ямочным ремонтом, это, я думаю, побольше в городах, это там побольше, да, проблемы. Надевайте наушники, продолжим принимать звонки. Доброе утро. Так, Еврофорды, сколько выделены, сколько вложены, у вас хотя бы получится назвать на год, на пять лет? Спасибо. Ну, на этот период у нас было больше, чем 500 миллионов, да, 540 миллионов, этот период с 2014 по 2021 года, да, и все эти проекты, в принципе, уже в следующем году, в этом следующем году будут реализированы. Все. Все потрачено. Ну, да, реализировано, да, насчет следующий период, что будет на следующие 7 лет, мы еще не знаем. Но не может быть, не может ведь быть такой ситуации, что вообще ничего не будет выделено. Ну, я думаю, что такая ситуация не будет, конечно, не будет. Это вопрос, что будет с Брекситом, да, какой будет общий, ну, как бы объем этих европейских фондов. Они, наверное, будет меньше, но насколько, я понимаю, что больше приоритет будет человек, больше приоритет будет эти все зеленые вещи, цели, больше приоритет будет предпринимателям, да, и так далее. Но как там свое место получит инфраструктуру, будем смотреть. Рейл-Балтика активно обсуждается, насколько Латвия-Свалсцеля в этом участвует, совещаются ли, обсуждают с вами. Мы знаем, что в городах достаточно много сейчас дискуссий, потому что там и дома надо сносить, и проходит эта инфраструктура, там часто надо менять полностью, реорганизовывать движение, в том числе вне городов. Как это происходит? Да, у нас очень хорошие коммуникации с Рейл-Балтиком, да, знаем и трассы, знаем, и знаем, сколько будет мостов, и сколько будет железных дорог, знаем, сколько им надо будет ресурсов, сколько щебенок им надо будет, сколько ПСК и так далее, да. И, конечно, мы готовимся к этому периоду, да, и еще раз, очень хорошая координация. Есть какие-то населенные пункты, в которых раньше там можно было объехать спокойненько, а теперь там через них проложат дорогу двухполосную, их жизнь изменится? Нет, обязательно надо будет, чтобы, как бы сказать, не можно это вредить другим, как бы сказать, видам транспорта, да. Я думаю, компромисс будет во всех местах. А вы нам принесли документы какие-то, это какая-то статистика, которую вы хотите озвучить, может быть? Нет, это просто информация, вы спросили насчет Реал-Балтика, я просто посмотрел, сколько мостов там будет делаться, и сколько трассы, сколько километров, это все, да. По поводу другого транспорта, у вас на странице Латвиясвал с цель, такая красивая инфографика сделана в цифрах, что на что потрачено, и в том числе есть цифра 12 тысяч метров, сделаны дороги, велодороги и дороги для пешеходов. Вот об этом бы хотелось коротко поговорить, времени у нас уже не так много. Существует ли карта, где можно увидеть вот эти велодорожки, которые были бы удобны для велосипедистов? И какая самая длинная протяженность непрерывающейся велодорожки в Латвии? Нет, такую карту мы публично не сделали, и я могу сказать, к сожалению, конечно, этот объем, который мы делаем велодорожки или дороги для пешеходов, слишком маленький, да, эти 12 тысяч метров, это, но, к сожалению, очень мало. По всей Латвии это где-то 140 километров, но если смотрим, что у нас 20 тысяч километров, то 140 километров это, конечно, очень мало. В основном это мы делаем в те места, где жилые места, да, и это небольшие участки, это иногда 500 метров, иногда 1 километр, иногда, может, 2 километра, но, к сожалению, не больше. Это не такой маршрут, например, проехать около моря, проехать около каких-то красивых объектов, это больше, как бы, мы хотим, чтобы эти велодорожки были уже не к дороге, но от дороги безопасной уже расстоянии, да. А в чем смысл вот этого 1 километра, ну, хорошо, 1 километр человек проедет на безопасном на дороге расстоянии, а потом будет 20 километров ехать по камням, ямам, выезжая на ту же проезжую часть, потому что она лучше объективно. А в чем смысл тогда этого 1 километра, тем более 500 метров? Я согласен, потому что вы говорите, что надо, конечно, делать маршрут 20 километров побольше, но в основном мы делаем жилые места, это, конечно, тоже безопасность движения, там, где интенсивность побольше, например, школа, магазин, какой-то объект, жилые места, там мы делаем это тоже, это велодорожка и пешеходную дорогу. У нас 2 минутки остается, зачитаю еще ватсап, почему в таких странах, как Израиль, Португалия, Испания при жаре асфальт не плавится, а у нас при более низкой температуре плавится? Где конкретные примеры надо, пишите нам, если там емочный ремонт, да, конечно, эта эмульсия может как бы плавиться, да, но это еще раз, это те участки, где плохое качество, информируйте, обязательно будем реагировать, потому что иногда это выглядит очень странно, но летом песок мы там сыпем, да, в эти места, где этот битумен выходит. Да, потеет асфальт, в прошлом или в позапрошлом году, в первый раз. Услышали, услышали, 8305555, это телефонный ответ с Валсцелли, так что если у вас есть какие-то претензии, возможно, похвала, как мы сегодня узнали, это тоже надо высказывать, можете обращаться, последний звонок примем, очень-очень коротко, прошу его задать. Я поняла, где две цифры, сколько выделено и сколько пошло на дороге, третий раз спрашиваю, ответа нет. Еврофонды, 550 миллионов. Может, я не понимаю вопрос, но тогда напишите нам или напишите в социальные сети или наши домашние страницы, да, может, я не понимаю, да, еще раз, выделено 550 миллионов и вложили 550 миллионов, 100% всей европейской деньги, которые, да. Надевайте наушник, последний звонок, премиум на сегодня, доброе утро, очень коротко, прошу задать вопрос. Коротко, вот намечено ли что-нибудь, вот Рига-Эргли, Личи, Личи-Ропа же хотя бы вот эту дорогу страшную, что-нибудь намечено в ближайшее время? Да, это Кангар, участок Кангар, да, мы с этим работаем. Сейчас мы работаем, как бы сказать, с специалистами окружающей среды и будем делать в ближайшие полгода, начнем еще раз делать этот, как бы сказать, Это отцомляет влияние на окружающую среду. Если потом будет позитивный у нас, как бы, отзыв от этих специалистов, то дальше будем уже разрабатывать технический проект. Я надеюсь, что в ближайшие четыре года этот объект мы сделаем и это будет реально. Самый масштабный проект, который вы планируете начать в следующем году, возможно, вот как Сигулское шоссе, что-то такое. Не будет таких больших проектов на государственные деньги. Я надеюсь, что в следующем году самый большой будет то, что мы заключим договор насчет Тяковской обездной дороги. Я надеюсь, что до этого дойдем. Ага, понятно. А еще тогда в догонку вопрос. Это дороги, которые строятся с нуля? Есть у нас такие, где надо прорубать лес, по новой строить или это... В принципе, такие у нас очень мало. За последние 20 лет это было только Салкрастов обездная дорога. Это было Тейну Жекокнеса. Это было Лудза Терехова. И сейчас, если это будет, то это будет Тяковская обездная дорога. Спасибо. Глава Латвеца Волселья Янис Ланге был у нас в прямом эфире. Спасибо, что нашли время. И вам, дорогие наши слушатели, спасибо за участие.